Кладёт Бог на сердце поговорить несколько, наверное, недель. Сегодня мы продолжим эту тему. И как раз оно так совпало, что первый наш брат, гость, немножко коснулся мыслей, о которых мы порассуждаем сегодня. И так как вы помните, надеюсь, помним мы все, что мы, ну так, для глобни на сердце последнее время, порассуждать о признаках последнего времени и о том, как самое важное, как же христианину реагировать на это всё. То есть мы говорили уже о том, что один из признаков – это лжеучение, лжеучение, которого будет много. В прошлый раз мы говорили, что один из признаков последнего времени – это нестабильность в обществе. Войны, военные слухи и тому подобные вещи, и всё это будет происходить. Но сегодня мы продолжим. Это речи Иисуса Христа. Евангелие от Матфея, 24 глава. Мы шли почти сначала. Сегодня у нас с 9 стиха по 13. Один из признаков. «Тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас, и вы будете ненавидимы всеми народами за имя моё. И тогда соблазнятся многие, и друг друга будут предавать, и возненавидят друг друга, и многие лжепророки восстанут и прелестят многих. И по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь, претерпевший же до конца спасётся». Итак, третий признак – это ненависть, гонение на всех верующих людей. Это притеснение верующих людей за их веру, за их убеждения. Это признак последнего времени. Но вот интересно, читая Библию, мы видим людей, когда за свою веру, за свои убеждения им приходилось идти на определённые жертвы. Мы видим людей в Ветхом Завете, мы видим людей в Новом Завете. И иногда даже вера людей доводила их до того, что они стояли перед выбором жизнью и смертью. Иногда эта вера лишала человека какого-то положения в обществе. То есть человек, будучи верующим, зная, что он не может делать определённые вещи, добровольно лишался чего-то для себя, какой-то карьеры, какого-то положения в обществе. Сегодня уже прозвучала мысль о том, что поколение, наверное, моих дедушек, для многих отцов, для кого-то это даже его поколение. Это было время, когда притеснялась христианская вера, особенно в Советском Союзе, когда, будучи верующим, человек понимал, что если он начинал ходить в церковь, просто начинал ходить в церковь, он уже ставил в своей жизни определённые рамки. То есть если человек был верующий, он не мог пойти и выучиться, скажем, на доктора, на инженера, на учителя. Он не мог учиться, ему надо было быть партийным человеком, ему надо было даже иногда сказать, что да, я не верующий, и ты можешь учиться дальше. Человек раньше, будучи верующим, понимал, что он может попадать под штрафы. Для молодёжи может экскурсия в прошлое. То есть это как выглядело? Это вот та ячейка, которую мы сегодня имеем по домам. Приходит милиция, и все, кто верующий, могут переписать имена и пришлать штрафы в размере 30% от твоей зарплаты в месяц, может быть, больше где-то. И это всё было, потому что человек был верующий. Человек испытывал ненависть от общества, от окружающих его людей. Человек испытывал насмешки, вот в школах даже это было. Интересно, что иногда даже в школах, ну как вот общался я с людьми на эту тему, смеялись, ну дети, которым было по 10 лет, смеялись над такими же детьми, до конца, наверное, даже не понимая. Говорят, ой, это баптист, штунда. А вот спроси этого мальчика 10-летнего, а что такое баптист, что такое штунда, что ты над ним смеёшься? Да не знаю, папка сказал, что это очень плохо. То есть было вот такое общее время, это была, наверное, сильная эпоха Советского Союза. Она прошла, сейчас мы живём в стране, где этого нет. И в принципе, когда мы говорим о признаке последнего времени, то речь идёт о том, как здесь написано, да, вы будете ненавидимы всеми народами. Всеми народами за имя моё. Вот интересно, я слышал мнение одного человека, он так интересно высказал, он говорит, что когда придёт последнее время, когда будут вот гонения, притеснения, у меня будет ружьё, вот палатка на плече, и я где-то там в лесах Аляски проживу спокойно. Найду себе оленя, подстрелю, поем, и не найдёт меня там никто. Но я думаю, что если речь идёт о том, что ненависть будет от всех людей, живущих на земле к христианам, то, наверное, конечно, тогда уже нигде и не спрятаться. Если написано в книге Откровения, да, что будет убиваем всякий, кто не примет это начертание, то, наверное, конечно, это будет очень серьёзная вещь. Это будет очень серьёзное гонение и притеснение на христиан всецелом. Тогда, наверное, ну, будет сразу отсев. Тогда, наверное, тот, кто сегодня не до конца с Богом, тот, для кого Бог ещё не стал своей жизнью, очень легко расстанется со своими убеждениями. Очень легко. Ну, действительно, ведь вот зачем входить в церковь человеку? Зачем верить человеку в Бога? Ну, вот так, ну, как неправильно сказал. Зачем человеку ходить в церковь и не верить в Бога? Из-за этого испытывать какие-то лишения, трудности? Зачем это? Конечно, незачем. Поэтому, когда общаешься со старшими верующими, они говорят, что в то поколение, вот когда было сильное притеснение на церковь, люди или ходят он в церковь, и тогда он настоящий верующий, или он вообще в церковь не ходит, потому что для него it's not have a point. Зачем это? Зачем? Время меняется у нас немножко по-другому, но давайте мы продолжим эту тему. Итак, почему всё-таки христианам общество будет испытывать ненависть? Почему христиане притесняются за свою веру? Мне один показал стишок, человек, понравился сильно. Суть стиха примерно такая. То есть человек пишет, говорит, я уверовал в Бога и стал ходить в церковь, а все мои соседи говорят, что я в секту записался, и меня из этой секты надо спасать. А он говорит, а секта действительно странная. Я пить бросил, я курить бросил, я жене не изменяю, на работу устроился. Да, действительно спасать меня должны вот эти все люди, которые пьют и продолжают грешить своей жизнью. Должны спасти меня из такой секты. Понимаете мысль, да? То есть действительно, вот если задуматься, ну почему такая ненависть к христианам? Ведь кто такие христиане? Это люди, которых сам Бог учит любить ближнего. Это люди, которых сам Бог учит, если тебе хорошо, а кому-то рядом плохо, то этому человеку надо помочь. Это люди, которые в принципе, я скажу это с кафедрой, не лезут в политику и не пытаются здесь на земле управлять государствами, странами. И это вообще не библейское учение, которое почему-то сейчас плавает иногда, что вот в последние дни церковь станет во главу угла, будет управлять планетой, и вот она принесет мир и радость на эту землю. Ну какой же мир и радость, если ее возненавидит весь мир? Как вообще верующий человек может там начать чем-то где-то управлять, если в последнее время он будет испытывать ненависть от окружающего его общества? Так вот, откуда же ненависть? Почему ненависть у людей иногда приходит к верующим? Почему иногда вот работаешь с неверующим на работе, рядом с человеком, а он как-то не нравится? Ты ему не нравишься. Ты ему говоришь, я тебе что-то сделал, ничего не сделал. Просто какая-то агрессия какая-то. Ну, наверное, сам Христос на это ответил. Евангелие от Иоанна, 15 глава. Мы сейчас говорим, почему христианам мир будет испытывать ненависть. Евангелие от Иоанна, 15 глава. 18 стих. От Иоанна, 15, 18. «Если мир вас ненавидит, слова Христа, знайте, что меня прежде вас возненавидел. Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое, а как вы не от мира, но я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир. Помните слово, которое я сказал вам, раб не больше господина своего. Если меня гнали, будут гнать и вас. Если мое слово соблюдали, будут соблюдать и ваше. Но все то сделают вам за имя мое, потому что не знают пославшего меня. Если бы я не пришел и не говорил им, то не имели бы греха, а теперь не имеют извинения во грехе своем. Ненавидящий меня ненавидит и Отца моего». Эта ненависть от мира в первую очередь пришла к самому Христу. Он стал результатом этой ненависти. Результат ненависти – это был Голговский крест. И вот действительно со стороны, со стороны, вот если здравым глазом посмотреть, вот даже некоторые атеисты, историки говорят, мы не понимаем, почему распяли Христа. Ведь Он ничего не делал против закона. Он принес чудо в этот мир, Он принес добрую весть, Он сам был этой доброй вестью. Почему Его распяли? Да распяли, потому что, говорит Христос, если бы я не сказал людям, они не имели бы греха. Он принес, Он принес любовь на этот мир, добро, спасение. Но при всем этом, Он также принес весть о том, что если не покаетесь, вы погибнете. Что если вы не обратитесь к Богу, вы погибнете. Когда-то к Нему пришли люди и сказали, вот какая страшная беда. Там Ирод взял жертвы какие-то языческим богам, убил людей, смешал эту кровь. А Он говорит, что вы думаете, они грешнее всех были? Или Он говорит, те, на которых упала башня и забила этих людей, представляете, умереть под обломками падающего здания. Это страшно, наверное. И Христос говорит, что если вот эти люди, что были грешнее всех, думаете, раз такая смерть? Нет. Но если не покаетесь, так же погибнете. Дело в том, что говоря о Христе и о Его любви, мы также должны говорить о том, что Он хочет перемен, что Он хочет, чтобы у нас не было греха, как мы слышали сегодня утром проповедь, что люди убивают, ненавидят, что люди живут, борются с этим. А грешник живет и пьет грех полной чашей. И, конечно, когда мы с тобой нормальные верующие, находимся в обществе, где кругом грешники, то уже, в принципе, одно наше появление вызывает у этих людей дискомфорт. Ну так же ж. Вот представьте, собрались, как обычно там бывает на работах, не знаю, на заводах, кто сде. Собрались неверующие. У них общение какое? Мат-перемат. А у тебя нет. У них разговоры, шутки, все пошлое, низкое, грязное. А у тебя нет. Конечно, им неудобно при тебе так делать. И я знаю многие свидетельства, когда верующий человек своим появлением на работе, ну, люди курить, так как-то неудобно при нем курить. Он же не курит, он верующий, как-то стыдно. Вот об этом и говорит Христос, что если мы не от мира, если мы по-настоящему верующие люди и по-настоящему несем этот евангельский свет, то он вызывает у людей ненависть, потому что он заставляет их понять, что есть Бог. Наше присутствие заставляет людей поменяться. Они же этого не хотят, конечно. Зачем это им надо? Они как жили, так и живут. Написано, пьют грех полной чашей. Но вот здесь важная мысль. Давай задумаемся мы с тобой. Вот мы находимся в неверующем обществе. И Христос говорит, что мир бы вас любил, если бы вы были от этого мира, потому что мир любил бы свое. Может быть, иногда наше присутствие в неверующем обществе вообще ничего там не делает. Может, мы в церкви одни, а там совершенно другие. А там мы с миром идем свои. Там нас не отличить вообще от неверующего. Может быть, поэтому мы и не понимаем, что мир вообще-то нас ненавидеть должен, потому что мы приносим ему дискомфорт, потому что мы ему говорим, слушай, пить не надо, курить брось. От жены не надо гулять, как ты это делаешь. Может быть, если у нас этого нет, если мы общаемся с грешниками абсолютно, даже, ну, я не говорю о том, знаете, как пришел на работу, собрал всех, и давай им там, вам в аду всем гореть. Нет. Но я верю, что когда мы находимся с неверующими людьми рядом, вот Бог как-то создал ситуацию, когда тебе и мне получится сказать слово, получится показать ему свет, я уже говорил этот пример, но мне очень запомнился. Две сестры, они в нашей церкви работали в клинике где-то, в начальниках был лесбиянка, ну, женщина, которая живет с женщиной. Она ими командовала, они работали, все нормально, и несколько лет все было нормально. И потом как-то на работе кто-то выдвинул такую инициативу, говорит, давайте мы как-то, они 15 лет уже вместе живут, мы подарок от коллектива сделаем, ну, вот этим женщинам грешным. И они сказали, мы в этом участвовать не будем. Никогда. И вот после этого и началась вот то, о чем мы читаем, какая-то ненависть, неприязнь, какие-то уже не такие теплые отношения, как может были раньше. Да потому что наступает момент, когда мы в этот мир должны принести евангельскую весть. И она не для всех будет принята. И не каждый ее возьмет как свое. И не каждый ее приложит к сердцу. А кто-то, действительно, даже в Библии написано, в день, когда услышите глаз его, что там может произойти? Не ожесточите ваших сердец. Это не только для неверующих, это и для тебя, и для меня. Когда сидим мы с тобой в церкви, слышим отсюда проповедь. И вот понимаем, что проповедь это, как хирургический нож, идет как раз на мое сокровенное, на мои тайные поступки, на мои тайные действия, которые никто не знает. И откуда вот этот стоящий брат здесь, он это знает. А потому что это Бог Духом Святым проговаривает к тебе и ко мне. И мы можем либо это принять, либо поступить, как поступает этот мир. Ожесточить свое сердце, внутри себя сказать, да что там брат рассуждает, хай на себя посмотрит, и на своих там детей, родственников. И тогда мы становимся как этот мир. Интересно, я вот даже, насколько в этом мире человек, который несет правду, он неудобен. Как-то мне попалась такая статья «Звезды шоу-бизнеса», у которых завалилась карьера. Ну имеется в виду там муви-стар, знаете, спортсмены разные. И вот, интересно, один человек там, какой-то был актер довольно неплохой, имел какие-то заработки большие. И вот когда-то он высказался о том, что семья – это мужчина и женщина. И все. Он больше никогда в кино не снимался, с ним никто не захотел его нанимать, потому что в этом мире не нужны люди, которые будут нести доброе. Я не знаю, верующий он был, неверующий, он высказался просто, понимая, что это идет против общепринятой идеи. И так часто происходит. Вот интересно, как в Библии бывает такое? Да, конечно, бывает. Третья книга царств, 22 глава. Мы сейчас говорим о том, откуда же идет ненависть к настоящим верующим людям. Третья книга царств, 22 глава. Там был такой пророк Михей. И как было часто в Ветхом Завете, перед тем, как начиналась какая-то война, царь вопрошал Бога, ставили нужду, пророк молился Богу. И это был человек, которому Бог лично говорил, как поступить царю в той или иной ситуации. И дело в том, что не всегда это было то, что хотел царь. То есть бывал момент, когда царь хотел воевать, а через Бога ему шло слово, что ты сдаться должен, что войны не будет, я за вас не заступлюсь, потому что это суд Божий пришел мой в вашу жизнь. То есть бывало такое слово. Итак, Третья царств, 22, 8. «И сказал царь израильский Иосафату, есть еще один человек, через которого можно вопросить Господа, но я не люблю его, ибо он не пророчествует о мне доброго, а только худое. Это Михей, сын Иемвлая. И сказал Иосафат, не говори, царь, так». Позвали этого Михея, он скажет слово от Бога, которое будет идти вразврез всем тем лжепророкам. Оно не понравится одному из лжепророков. Он подойдет, ударит Михея и скажет, «Это что, от меня Дух Божий отступил, чтобы в тебе говорить». Казалось бы, это еврейское общество. Там Бога знают все, там царь еврей, там пророки евреи, и даже там человек, который по-настоящему чтит Бога, окажется в немилости. Когда-то был такой пророк, как Илья. Еврейское государство настолько развратилось в своем идолопоклонстве, что когда-то Илья вызвал, так сказать, на поединок, я не знаю, как это сказать, 450 человек лжепророков. Пророков Ваала, это идолопоклонников. Он вызвал их, чтобы сразиться с ними, говорит, вот пусть ваш Бог покажет, на что он способен, и мой Бог покажет. После того, как Бог, великий наш, Творец, одержал эту, ну, если можно так сказать, победу, явил себя, Илья в страхе убежал, потому что общество было настолько настроено, что его убить хотели. Там была такая женщина Изавель, там был такой человек Ахав. Мы все эти имена знаем, истории знаем. Настоящий верующий человек действительно иногда испытает дискомфорт. Иногда ему придется пожертвовать чем-то. Иногда ему придется пожертвовать, я не знаю, обществом, друзьями своими. Я для молодежи сейчас обращусь и часто это говорю, что это нормально, когда у нас есть какие-то неверующие друзья по работе, в школе. Ну, мы общаемся с этими людьми, мы не должны полностью от них отворачиваться. Но обратите внимание, кто и на кого влияет в этой дружбе. Если с годами видно, как этот ваш друг, мой друг, как-то становится хотя бы маломальски лучше, то продолжайте, возможно, это ваше служение, Бог дал вам этого человека. Но если... Я извиняюсь. Но если со временем видно, как ты и я становимся хуже, как у нас проявляются плохие слова, действия, как нас уже в церковь не загнать, то, может, стоит задуматься, это Он на нас влияет, и мы отходим от Бога дальше. Это вопрос, над которым надо задумываться. Я хочу сказать слово, которое, я надеюсь, поддержит многие. Христос сказал когда-то, что нет. Большое спасибо. Буду стараться. Христос сказал слово, которое очень помогает и очень окрыляет нас, когда мы стоим перед выбором. Христос или друзья этого мира, или еще кто-то. Христос сказал слово, которое очень нам поможет. Евангелие от Марка, 10 глава, 29 стих и 30 стих. Давайте его прочтем. Евангелие от Марка, 10, 29. Иисус сказал в ответ, истинно говорю вам, нет никого, кто оставил бы дом, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли, ради Меня и Евангелие. То есть Христос говорит, когда человек выбирает Христа и Евангелие, иногда придется пожертвовать друзьями, землю, чем угодно, сюда все пойдет. Говорит, и этот человек, я не получил бы ныне, во время сие, среди гонений, во сто крат более домов, и братьев, и сестер, и отцов, и матерей, и детей, и земель, и веки грядущим, жизни вечной. Слава Богу за это обещание. Знаете, братья дорогие, сестры дорогие, нам приходится делать выбор. Этот выбор непростой. Я помню, у меня было 17, когда я покаялся, и у меня было 4, 3, у нас четверо было, 3 близких друга. Все были неверующие, и я был среди них неверующий. Мне было 17, мы покаялись, одному было 18, другому 20, вот, и когда я стал ходить в церковь, когда я стал ближе к Богу, вот как-то с одним другом у меня отношения сохранились до сих пор. Он тоже неверующий, но порядочный человек, он знает мои взгляды. Я был у него в гостях в прошлом году, вот, даже и не думал, кто-то мне там налить, выпить. Просто мы с ним пообщали, в школе учились меньше. С двумя другими мое отношение почти рассыпалось. Потому что в какой-то момент, молодежь дорогая, я понял, что если я сейчас с ними не расстанусь, то я просто не выдержу. Просто я вернусь обратно туда, и не буду я больше в церкви. Возможно, вам сегодня, уйдя домой, надо вот только с этой мыслью пойти, что с понедельника надо с каким-то другом расстаться. И Христос обещал, ты получишь на этой земле во сто крат больше друзей, братьев, сестер, домов, всего, людей, которые будут к тебе неравнодушны. Слава Богу за это. Вы знаете, я на Украине, вот мама моя тоже рассказывает случай, женщина, учительница с первого по третий класс, она у меня была в школе, ну это же уже сколько-то лет назад, вот, она потом покаялась. Ее папа давно умер, она была с мамой, и сын у нее родился, мужа не было. Она уверовала, сын ее уверовал, мать ее уверовала, и мама умерла. И вот она сама свидетельствовала, говорит, что я думала, вот, когда до церкви, что когда умрет моя мама, на похоронах буду стоять я и мой сынок Миша, и все. Говорит, но она умерла, уже будучи верующей, я была верующей, и на похоронах было много братьев и сестер, и я не чувствовала себя одинокой, брошенной, никому не нужной. Это делает Господь, когда нам приходится выбирать между Ним и другим. И это и будет и притеснение, и будет ненависть, от этого мы никуда не уйдем. Давайте вспомним несколько библейских примеров о том, как люди пережили что-то ради Бога, когда им пришлось от чего-то отказаться. Но вот тут, знаете, интересная мысль. Вот когда мы говорим о гонениях и о притеснениях, ну, конечно, я больше чем уверен, что если любому сидящему здесь человеку в зале взял бы кто-то, подставил пистолет ко лбу и сказал, или отрекайся от Бога, или я тебя застрелю сейчас. Ну, конечно бы, наверное, в этот момент человек устоял и сказал, и я верующий, и я не дрожу своей жизнью, как Павел. И слава Богу. Но вы знаете, вот как оно бывает, идет обычная жизнь. Обычная жизнь, ничего не происходит, никто там тебя с ножом за твою веру на тебя не нападает. И стоишь мы с тобой, стоим перед выбором, как поступить? Вот оскверниться от этого дела или не оскверниться? Вот сделать так или сделать так? И вот это тоже самое, как если бы мы с тобой отреклись серьезно перед дулом пистолета. И ошибка христианина, когда он думает, ну вот если меня так будут уже избивать ради Христа, я там буду сильный, твердый христианин. А если вот тут вот где-то схитрить, где-то обмануть, где-то что-то обойти, как-то с кем-то нечестно постоять, это такое дело, это и покаяться можно. Ты знаешь, это то же самое. Вот давай вспомним пример Седрах, Месах и Авдинага. Мы знаем этих людей, как мужей Божих, мы знаем их, на которых Бог явил чудо, их кинули в огненную печь, они выжили. Но откуда началась их вера в Бога? Это с простых вещей. Они говорят, вот эта вот еда, которую подают на стол к царю, она не чистая, мы не хотим ее кушать, она нас может осквернить. Казалось бы, да помолись там, для чистых все чисто. Нет, они были научены, они были так воспитаны, и, кстати, молодежь дорогая, там написано «отроки». Это даже не 20 лет, я думаю, это и поменьше, лет 16, я так понимаю. Все-таки 20, это уже не отрок, это уже кто-то и даже отцом становится в эти годы. Они были научены, воспитаны, и сделали свой выбор, и говорят, что ты испытай нас, проверь, а потом Бог дал им большее испытание, и перед их глазами стояла огненная печь, и они и там оказались верны. Я думаю, если бы они осквернились уже сразу от еды, уже там осквернились, я не думаю, они бы устояли в этой огненной печи. А давайте вспомним такого человека, Мордахей. Вот когда-то выходит Аман, слуга царя Артаксеркса, и закон, что Аману надо поклониться, а Мордахей не кланяется. Вот я всегда, до сих пор, задаю себе вопрос, он что был, один единственный еврей на весь этот город Сузы, или он был один единственный еврей, который публично не кланялся Аману. Ведь можно, знаете, как, ой, шнурок развязался, ой, а тут Аман проезжал, я и не заметил. И вроде ж ничего, все нормально, все ж вроде ж как-то так. Но Бог-то видел сердце. И Мордахей, который вот так начал для себя, испытывая дискомфорт, он понимает, он понимает, что это ему может светить убийством, да что там, сложно взять еврея с толпы и убить. А Мордахей даже не знал, что ему петля готовится во дворе у Амана. Мордахей, наверное, и не знал, что своим верой, своим показанием тому, что он любит Бога, он сделал так, что закон выпустили, что всех евреев убьют. И, конечно же, Мордахей не знал, что тем, что он сделал выбор в пользу Бога и показывал, что евреи только Богу укланяются, он впоследствии станет советником у этого самого царя Артаксеркса. Конечно, он этого не знал. А он просто для себя понял, что веровать в Бога надо по-настоящему. И он так поступал. Можно вспомнить Даниила, которого тоже когда-то бросили ко львам, и он там выжил. Но вот интересно, как там о нем написано. Когда вышел этот закон, который запрещал ему целый месяц молиться, написано, он пришел домой, окна были открыты против Иерусалима, и он три раза в день молился. И важные слова, как делал он до этого. Братья, дорогие и сестры, вот если мы сейчас в нормальное благополучное время не делаем до этого, если мы сейчас не ищем Бога, не молимся, не стремимся как-то вот, чтобы Слово Божье наш разум заполнило, сердце наше заполнило, ну где гарантия, что когда придет что-то трудное, у нас там будет что-то? Для Даниила вообще ничего не поменялось. Он до этого молился Богу, он и после этого молился Богу, он и во время этого закона молился Богу, и Бог сохранил его среди львов, там, где, казалось, уже нету вообще жизни. Потому что, когда других людей бросили в эту яму, они еще, по-моему, написано упасть не успели, их уже съели. Давайте теперь в оставшееся время поговорим, как же христианину устоять в этих грядущих гонениях, в этой грядущей ненависти всеобщей, где взять силу, откуда ее черпать. Ну, наверное, знаете, здесь нет ничего нового, здесь нет никаких секретов. Все очень просто в этой жизни, да? Например, здесь сидят те, которые огородом занимаются. И они знают, и я тоже люблю огород, что если ты весной не посадишь, то летом ничего не будет. Если ты не посадишь весной, когда вот так еще у нас тут дождливо, грязно, если ты там эти помидоры, огурцы не посадишь, там что-то, клеенку им не построишь, то летом нечего собирать. Вот точно так же, очень просто, все работает в духовной жизни. Когда дается нам с тобой время, время благоприятное, время, когда можно спокойно почитать Библию, когда можно прийти в собрание несколько раз в день, в неделю, прошу прощения, и тебе ничего за этого не будет, то этим временем надо дорожить, этим временем надо пользоваться, потому что, ну, оно может поменяться. Например, в России сегодня уже вышел закон, который очень сильно притеснил евангельскую деятельность протестантских церквей, очень сильно. Уже нельзя, как раньше, там выйти, там в школе поговорить, приходите к нам в церковь. Это вышел закон на государственном уровне. И вот, возможно, кто-то, какой ужас, вот мы теперь не можем проповедовать, там, ходить по школам, а ты до этого ходил по школам, проповедовал? Да нет. Так чего ж ты переживаешь? Тебя вообще закон не тронул. Ты вообще, как до этого ничего не делал, так и сейчас ничего не делаешь. Давайте, очень интересное место нам дает Христос о Духе Святом. Вот, очень интересное место. Евангелие Теана, 14, 26. Мы говорим о том, как же нам устоять в грядущих гонениях. Слова Иисуса Христа, Евангелие Теана, 14, 26. «Утешитель же, Дух Святой, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему, и последнее предложение, и напомнит вам все, что Я говорил вам». Он напомнит. Когда придет Дух Святой, Он не принесет вам новую весть, новую какие-то стихи Библии. Он напомнит вам все то, что Я вам говорил, говорит Христос. То есть, те люди, которые во время земной жизни ходили с Иисусом Христом, слышали Его Слово, учились, внимали все, когда придет Дух Святой, Он напомнит все эти слова. И то же самое написано, что когда будут вас предавать, гнать, вы не забудьте, что вам сказать, ибо Духом Святым будет вам данно. Так данно в каком случае? Это только в том, если когда-то ты что-то положил туда. Если когда-то мы с тобой Божье Слово положили к себе в разум, к себе в сердце. Да, действительно, мы читаем Библию, но мы не можем вот так запомнить каждый стих. Мы не можем, прочитав 10 глав, все их зацитировать. Но я уверен, что тут сидят, ну все, наверное, хоть раз в жизни переживали, когда общаешься с кем-то или просто рассуждаешь. И теперь раз стих из Библии пришел на память. И так же, братья и сестры, бывает это? Конечно, бывает. Библии пришел стих, а ты вспомнил, или говоришь с кем-то, проповедь вспомнил какую-то, которую слышал в собрании. А бывает и такое. Вот я помню, когда-то учился в библейской школе, ну и там пару уроков, как вся молодежь, проспал, где-то списал, проморгал, в общем. Приходит экзамен. Я точно помню, что это на уроке говорилось, но не помню, что. А как я могу помнить, когда я прослушал все это? Как я могу? Знаете, как говорят, тяжело найти черную кошку в темной комнате, особенно, когда ее там нет. То есть, если мы с тобой в благоприятное время не заботимся, чтобы разум наш был полон Словом Божьим, чтобы сердце наше было полно Словом Божьим, тогда, когда приходит трудность, ну не надо не обижаться на кого. Есть очень хорошая старая басенка «Стрекоза и муравей». Так вот, стрекоза пропела все лето. Приходит к муравью, говорит, пусти меня к себе. А он говорит, а что ты летом делала? Она говорит, я пела. Она говорит, о, ты все пела, это дело. Так пойди же попляши. Я не хочу кого-то осудить, я не хочу кого-то упрекнуть, но я хочу сказать нам всем, что, возможно, здесь есть те, которые никогда не испытают чего-то такого страшного и трудного и не будут стоять перед выбором жизни или Христос. Но все мы, абсолютно все мы, каждый день, ну хотя бы раз в неделю сталкиваемся с тем, что у нас стоит какой-то выбор, как поступить, как отреагировать, как показать себя. И ведь это тоже евангельская весть, которую мы можем донести людям. Но даже когда придут трудности, вот если мы с тобой заботились о своем духовном состоянии, рассуждали, вникали, искали Бога, не тогда, когда у нас болел ребенок, когда не было денег, а вот просто, обычно, в нормальной жизни, молились Богу, читали Библию, не тогда, когда вот нам завтра что-то в библейской школе сдавать или проповедовать, а для себя просто, главу две прочитать, порассуждать, подумать, вот что так, а вот как. И если мы это делали, тогда Дух Святой напомнит все те слова, которые когда-то говорил нам Христос, через слово, через проповедь. Поэтому благослови всех нас, Господь, сегодня готовится, заботится, наполняет свое слово, свое сердце Словом Божьим, и да поможет нам Бог устоять, если нам что-то предстоит жизни. Аминь, братья и сестры. Аминь.